всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами продолжаем изучать исследовать оправдание не веганов убийц труппажоров о том почему они не хотят стать веганами предыдущие видео было о том что ответ на вопрос труппажоров о том что они хотят быть веганами потому что гитлер был вегетарианцем ролик по ссылке будет у вас и здесь подсказки и в описании и в первом закрепленном комментарии на ю тубе у эда винтерс это землянина английского проповедника вегана активистам это было одно один общий вопрос одно общее оправдание на котором дал ответы я решил вы знаете его разделить поэтому даю сейчас ссылку раз на предыдущее видео само оправдание у него звучало сначала как бы так всеобъемлюще да гитлер тоже был вегетарианцем или я знаю одного злого вегана но так как все-таки разговор о гитлера такой абстрактный отдаленный от себя да то есть мы нет он ничего не делал поэтому принципе логично разделить видео чтобы не затягивать а сейчас речь пойдет как раз о том что я знаю одного вегана злого вегана не просто знаю а вот вопрос звучит так или вообще однажды я имел дело с веганом который некрасиво со мной обошелся поэтому не хочу быть веган и и мы к этому переходим такого значок салат акбар я думаю как раз будет такой значок и на видео увидели но такая вот иллюстрация давайте разберемся с этим оправданием и ответим на этот вопрос давайте перерасмотрим вторую часть аргумента но уеда 2 у нас он 7 1 бы потому что про гитлера мы уже поговорили отделили это в отдельное видео но на сайте на моем авторском сайте это все как видите я так оставил в двадцать первом пункте в двадцать первом оправдание тоже чтобы не нарушать последовательность и сделать аналогично как уедом 30 оправданий однажды я встретил вегана который плохо со мной обошелся поэтому я никогда не стану веганом или я не могу стать веганом поэтому я не могу стать веганом поэтому я с чистой совестью могу платить за убийство животных ну одно из другого как бы вытекает да все мы в этой жизни сталкивались с не очень приятными людьми это великолепный проповедник гений своего времени супер веган активист я перед ним по-братски по вегански преклоняюсь уважаю и обнимаю за его труды за его всю деятельность и с радостью делюсь с вами его трудами сам я от них тоже взял ему за это благодарен он доформировал какие-то мои мысли которые как-то собака знаю рассказать не могу только лаю да вот здесь тоже сам надеюсь мои видео вам сослужат точно такую же службу мы все встречались с не очень приятными людьми мягко скажем порой с врагами люди 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 людьми делающие нам огромное какое-то зло да но если не веган однажды столкнулся с веганом который плохо поступил с ним это не значит что веганство как морально-этический образ жизни я знаете как проповедник истинной любви и свободы бессмертия употребляю слово любовь вместо морали да то есть веганство как любовь к животным до деятельно проявляемую можно дискредитировать то есть если ты встретил вегана который может тебя веган может действительно и воровать кто знает меня кто я и знает мы уже проповеди может быть не по этому видео на который впервые попал я помимо веганство христианин более того я христианин который вмещает в себя веганство как одну из часть любви потому что христианство или истина проповеди которая занимаюсь это любовь ко всему мирозданию животные растительный мир это часть этого мироздания еще частью этого мироздания являются люди поэтому я и проповедую что любить надо все я конечно не то что не знаю как раз много слышал к сожалению как великому от веганов что они не любят людей более того употреблять такие слова от избытка сердца говорят уста что ненавидит людей я задумался всегда в такие моменты все таки он эти слова просто кидает но от избытка сердца говорят уста на что он тогда готов если он не сейчас на словах говорит что он ненавидит людей какие у него как это говорит морально-этический принцип так уже них животным а к людям вот именно поэтому я проповедую не только веганство а и христианство которое к сожалению там конечно вырезали псевдо христианстве культовым религиозным под именами православие кто лиц из протестантизма прочих сект вырезали все от веганства до иисуса сделали убийцы из иисуса сделали убийцу труппажора это конечно абсолютная ложь истинное христианство сам иисус бог приходящего плоти конечно же проявлял свою любовь деятельно ко всему своему творению и проповедовал это то что до нас через 200 через две тысячи лет дошли осколки его учения и жизни это еще не показатель не быть христианином вот я всем то же самое проповедую свободный не религиозный не культовым и любить не только животных и цветочки растения то есть да а людей тогда бы вот таких вот проблем не было если все веганами веганы были бы христианами в моем понимании да тут я даже в хорошем смысле говорят любит иногда там это твое нет я имею в моем действительно в отличие от религиозно стал то что вы станете веганным православным да это не факт пойдете за родину голову рубить все то же самое да или можно и все-таки своровать или обидеть потом под полотенчиком покайтесь нет любовь к людям вам становится образом жизни как это говорит морально-этическими принципи которые лично вы соблюдаете потому что считаете это правильно для себя и для всего мироздания потому что любовь сущность бытия только живя в гармонии до счет у меня ключица заболела потому что любовь является сущностью всего бытия только живя в согласии с этим загоном благу бытия законом божьим это энергия мы пребываем в счастье друг другу дарим только радость через удовольствие ну это как всегда красавчик приводит реальные примеры как и сказано об иисусе любом мудрецы в притчах отверзу уста свои из реку сокровенное создание мира он молодец у него закон жизни написан и мудрости написан на сердце и челе как говорят на уме до начали на лоб на ум до подразумевается лет приводит два примера из своей личной жизни естественная как вам говорю каждый в своей жизни может привести таких примеров массы здесь я видите не успею не успею не упуская момент параллельно и засвидетельствовать о христианстве об истинном христианстве конечно вам на пути тучами на кучами пачками попадались псевдо христиане называешься христиан которые творили вам зло вопрос не попадался такой как я мы об этом сегодня поговорим какая-то моя якобы агрессивная пробовать мы сегодня этим закончим если прошлое видео мы отделили от этого то здесь мы сейчас коснемся до каких-то злых дел и проповеди активный все это разберем при всей моей активные как некоторые неправильно самом деле называю агрессивный вы никогда никакого зла свой личный адрес не получите когда вас не ограблю не обижу да не обзову тем чем вы не являетесь да не назову то есть обзову хотя вы этим не являетесь вот это не повод не быть истинным христианином не повод не любит не повод любить не любить всех людей да раз вас кто-то обидел как я уже говорил все мы в жизни встречаем как когда-нибудь людей которые не очень хорошо завершить однажды я был в нью-йорке одна женщина повела со мной себя очень некрасивую это не рассказывает что там было может она его дубинка обогрел это не суть важно что она там сделал обругал его с ног до головы да но это не значит что теперь имею моральное право ненавидеть но в принципе заметь что я говорю это это такой же христианин хотя и себя им не именует все о чем я вам сейчас говорил от своего умного сердца да это говорит то что конечно все читал вы скажете но я вы как видите даже еще не прочел этого я просто не было желание сказать я это говорю да конечно я это вчера тут перечитывал что-то там выделял готовлю же материалы да да не суть вообще в этом я рад что мы с ним похожи да то правильный пример я уж тоже вам говорю в принципе по пропам модель тоже построение у проповеди что раз уж ты в животном не видишь личность он начинает с примера поступая с другими так как вы хоть что поступали с тобой и не делал ничего никому чего не хочешь чтобы сделать тебе он начинает с людей вроде как уж про людей на тебе должно дойти но это не значит что теперь имею моральное право ненавидеть всех жителей нью-йорка или вообще все жители планеты я так и прямо скажу или вообще всех женщин только потому что одна женщина из нью-йорка очень некрасиво повела себя со мной а еще однажды в поезде контролер решил что я купил не тот билет и он вел себя со мной довольно неприятно ну мы с такими думаю многие даже сталкивались кто часто пользуется общественным транспортом когда-то пользовался да может сейчас на машине ездит дает ли мне это моральное право с этого момента ненавидеть всех контролеров или вообще всех мужчин только потому всех контролеров опять или вообще всех мужчин на налоги проводит только потому что мужчина контролер однажды некрасиво со мной обошелся но ответ очевиден нет хотелось бы сказать что истории подобных а это уже мое вы это вы не найдете давайте сначала зачитаю и поговорю об этом очень важный момент у этого нету вот я привношу ведь что-то свое и он это давно писала может быть об этом знает и тоже бы рассказал да хотелось бы сказать что истории подобных терроризму вроде как в радикальном исламе да не бывает или в радикальным чем угодно до каком-то мировоззрение направлении не бывает чудом я тут ошибки какие-то графические в среде веганов но это не так хотелось бы сказать что вот не зря кстати иллюстрации очень говорящая салат акбар да вот я естественно рисовал не сам нашел в интернете да она кстати уеда в видеоряде я потом увидел я ее сам взял да очень говорящие кто ее не знаю когда там нарисовал она в видеоряде она у него вставлена недавно даже дату сейчас не буду спина я не помню вот буквально от сегодняшней даты это было недавно может сказать да может кто-то через сто лет будет мои ролики смотреть случай был на украине какой вега захватил заложников с требованием к президенту украины зеленский на это время до было на есть хотя у нас ну я с россии но не суть важно прорекламировать но то есть призвать фильм земляне призвать к его просмотру всех я тут ну я была мы зачитателя сразу интерпретирую оставлю тире тут осуждается в здравом веганом сообществе случае на украине с захватом веганом заложников и требований к президенту украины прорекламировать фильм земляне призвать к его просмотру осуждается здравом я решил сделать на этом усиление но осуждается я подчеркнул слово в здравом веганском сообщество что его может есть за которые его поддержали я не знаю я не читал там я вообще эту новость вот так тоже узнал и не стал даже источники какие-то я не видел я видел видео промелькнула где-то я его включил как зеленский говорит об этом зеленский призывал то есть он исполнил его требует честно даже не знаю чем не помню чем закончилось не он погиб его по застрелили да короче это ужас что я могу сказать вот этот салат акбар да это беда в здравом сообществе веганов это осуждается ну как якобы там не радикальным исламе осуждают там джихад там все вот это до исламское государство и прочие вещи боевиков якобы они там все это осуждает на них там кто знает коран может быть даже вместе со мной его читает на канале христа любви блины и писания где много читаю помимо библии да это конечно действительно осуждается веганство по крайней мере должно быть таким как мы уже с вами говорили когда я сам и веганство стал проповедовать и много с веганами активно проповедовать и много с веганами общаться я понял что точно такая же беда как и в христианстве еще где-то конечно она и не настолько централизировано как в севдо христианские культы вот может быть совсем не централизировал достаточно централизированном но и не есть проблемы внутренней по внешним у burialới проблем мало и ротор из отсутствие децентрализации которая как раз положительно влияет но внутренние очень похожие проблемы с тем же самым христианством и псевдо христианством до зожники называются веганы вегетарианцами на самом деле как христианстве скажу на хуля имя божье вот действительно хуля имя веганов и само веганское движение потому что зож веганство в одноклассниках есть у меня там друг я его лично не знаю но у него ник веган это не зож да там все репосте все это же его все посты лайкаю делюсь или стараюсь всегда вот веган это не зож мне очень понравилось когда он там ко мне постучался муж я у когда-то нашел не знаю я когда такое вижу мне больше слов не надо все мне достаточно веган это не зож если он так себе ник выбрал такой на одноклассниках это много значит больная тема веганство это как я вам говорил это болезнь болезнь там вегетарианство поражающие возможно поразившие на 80 процентов веганство на пятьдесят на точно это зожники из понятия зожники называли да ради бога там проповедуйте да но они то к сожалению себя в никнеймах к людям каналы создают статьи пишут проповедует якобы называть цен все веганами но они не веганы не зожники взятый проповедь а зожи то это если слово слово употребляют все вкладывая в него получает свою жизнь и учением другой абсолютно смысл веганство этот децентрализованный протест человека против вот этой всей эксплуатации убийства всего живого на земле в любых сферах и видах деятельности вот что такое веганство добровольные естественно как и христианство проповедь истинно в нормальном христианстве конечно нигде до инквизиторы сжигают всех несогласных вот такие случаи есть есть во первых они опять конечно единичные слава богу да то есть это не массовое какое-то ну это единичный случай и и и веганы всегда судят да у него сорвало башню да нам всем хочется иногда разорвать всех труппажоров виде какие-то видео кто распространяет веганы езди по скотобойни снимая все эти вещи и делясь этим в цирках да смотря на страдания животного хочется самому этому негодяю живодеру там в цирке самому голову оторвать хочется ну веганы не хочется я надеюсь они понимают что принцип жизни да это побеждать зло добром мы как в христианстве сказано овцы до на заклане все что мы можем бороться словом словом ни в коем случае не причиняя никому вред здоровью там нет и естественно человек бьет собаку ты его хватает что в этом цирке ты будешь себя ты встанешь между жертвой и негодяем это об этом я говорю постоянно это и есть любовь до кратко даю отсылки посмотрите мои другие видео кого заинтересовали мои слова что такую любовь как поступать в мире с людьми с хорошими с плохими об этом уже сотни роликов на все эти темы конечно же мы не стоим в стороне ни в коем случае активная любовь да но она жертвенная ты между этим каким-нибудь там фашистом даже или человеком убийцы убиваешь человека ты становишься между ними ценой своей жизни ты спрашиваешь этого человека не ценой убийством другого даже пусть негодяя ценой своей жизни или здоровье ну пытаешь конечно как-то может пытаться его побороть так скажи мягко до заломать там обезвредить как это говорят да но ни в коем случае не убивать не ломать ему руки ноги чтобы он инвалидом всю жизнь остался сколько можешь словом и мягкими такими полумягкими на там схватить человек может вас пятеро до заломайте его этого кого там если вы веганы идете гуляйте пока он муж он пьяный пока не протрезвеет свяжите его там рубашкой руки ноги да и все пусть полежит протрезвеет да так мы поступаем но не так что в заложника взял там с автоматом по моему что я его по застрелили что такое это ни в коем случае делать вообще нельзя он даже почему же взял там вообще людей но посторонних автобус что ли какой-то надо было может конечно углубиться в эту тему да я просто шоке был тогда даже об этом услышал я даже ковырять не стал я того что слышал мне достаточно уже видел ролик зеленского как он призвал что это за дурь то ну посмотрит его уже это вообще это это и фильм этот опорочил да это супер фильм изменивший миллиона людей я всегда восхищаюсь его авторами кто на это тоже положил документальные фильмы и все им подобные и мы распространяем их делимся призываем смотреть ночью но не под долом пистолета к смотрящему или к его родственникам ты поставил смотри а сам на мушке ребенка держишь ну что это такое конечно здравым человеком это осуждается поэтому опять оправдание аргументы ссылки как каком-то просто негодяю к тебе никакого отношения не имеющего как мы с вами в прошлом видео отделив его гру и отправлен может как бы не делила это оправдание но я решил так разделить чтобы многие люди не способны много слушать и смотреть может этот уложимся но не в 40 минут а два по 40 получаток час 20 получилось ну и значки покрупнее получится для видео может будет какая-то реакция получше да поэтому тут просто видите несколько ступеней получается первое ты ссылаешься вообще на каком там веган уж возьмем ладно гитлер хоть и не веган да в истории тем более к тебе вообще никакого отношения лично тебе никакого зла не сделавши а ну якобы другом вот раз он тут вообще все проще да у тебя еще меньше на самом деле причин к этому вообще поступку времени там чего-то привязываться тебе тащеньках не касался хорошо лично тебя коснулась беда вот такой вот веган к сожалению с не слова не совладавшись психикой может с помраченным даже умом или от большой любви но вот именно не вниз и не достигнув о том о чем я их проповедую не просто так любовь к людям даже в роликах о веганстве многие ой да ты веганов оттолкнешь от чего я их оттолкну от любви они сами оттолкнуться значит я как раз проповедую если он слышит слово любви к человеку отходит можно только поговорим погоревать о человеке потому что кончить он может именно вот так он или тем кому он будет может быть настраивать а может не такой псих но слышь его речь что все труппажоры смерти достойные петли и веселицы быть привязанными за машину и по всему там по всей дороге прокаченными другой возьмет и сделает так и тот кто слышит мои речи который говорит наоборот ни в коем случае свою жизнь положи доза животные обними его закрой спиной может он тебя убьет и у него убить человека не так просто для нормального человека для среднего человека у него может даже тут чем он увидеть человека положившую душу за животное у него может это вот ты приведешь его ценой своей жизни о чем иисус говорил что нет больше любви как если кто положит даже жизнь свою отдаст за кого-то вот естественно я об этом буду проповедовать чтобы вот такого вот не было и говорит что мы это не поддерживаем это очень важно вот то есть даже если ты родитель грубо говоря там может там ребенок ты в этом автобусе дел вот такого вот вегана психа хочется сказать то что да у него возможно от большой горячности и пламенной сердце но он перегнул палку ты проявлял бы ее в слове пустив сейчас мы к этому подходим ниже будем по тексту уже добрались до этого агрессивно проповедую кричи вопии называют всех убийцами трупожорами до грами там уж хочешь громить иди громите скотобойни стены там разбивай молотком будешь сидеть будешь выходить опять будешь громить хорошего этом тоже ничего нету что толк то два раза стукнешь тебя все равно заберут через секунду еще в дурку определят заколит говори слова что уж уж делать у нас только слова есть привяжись и пойди вот мирные кто делает вот эти протесты мирные смысле они может не такие мирные выглядят со стороны труппажоров они в этом до колебутся но со стороны вегана понять что на мир на себя пойди и к этому этом заезд отъезд или к этому фури где увозят на скотобойню животных прям колесу себя куда-то там какой трубе приковывай пока там найдут эти наручники пока будет инфоповод будет еще что-то пытайся да но мирными это все равно пусть в их не глазах это же сейчас мы дойдем до этого что вот эти такие активные проповеди в слове или в деле то грейсит конечно никакая не агрессия это просто манипуляция опять уже труппажоров да и в любых сферах это любой активизации добра и христианстве могут за такое сейчас сказать вот ну давайте к этому переходить я надеюсь здесь понятно то есть даже если лично даже слиру такого вот съехала это ретрит и твой ребенок там был да вплоть до того что он погиб это не значит что все веганы такие абсолютно не значит что веганство это любовь к животным и конечно в идеале любой веган и должен стать христианином то что веганство это вмещает в себя только или другая сторона как хотите я сам как раз не делю ни животных не людей это одна из сторон святого человека бога любовь ко всему и к людям их животным к сожалению он до этого не дорос он номинально мог чтобы те руки православным там католиком протестантом его можно на каждое воскресенье на каждое пасху замечали потом узнает что теперь от евангелия отвернуться от любви к людям это он это только он один единственный человек другой второй третий но это не норма ну и давайте теперь по поводу все это это вот это действительно это плохо физическое причинение страдания психологическое какой-то может быть действительно прессинг уж совсем ты можешь имеешь над кем-то власть сейчас уж не буду вам разные случаи выводить сами можете все это в голове тоже домыслить ну кто-то над кем-то даже родители над детьми имея власть над телом пока ничь не выросли сами себе обеспечивает там не кормит очень часто детей своих прессуем вот или наоборот может быть уже престарелых родителей да вот я конечно своим родителям тоже объявил что я и куска от меня не увидеть никогда ничего не куплю но это не нашли их прессу и психологически там или мучу голодом нет я вы будете есть здоровую пищу если у самих уже руки опустятся от старости да вот и все и мы говорим каждый раз когда за это повод если заходит я конечно меня всегда бомбит особенности тоже начинается какие-то оправдания или еще больше наезды у папы было пару раз когда он сделал такую глупость наехал на меня что я тут веганство проповедую а бедным детям как же родителям детей выращивать да без без трупятины все больные вырастут ну конечно меня бомбануло да о чем он уже пожалел на жилет каждый раз не жалеет вернее вы поняли о чем я да потому что конечно меня бомбит и я прав и у меня ни капли потом до сего дня и сколько это все происходит и вот с окружающими людьми о чем мы сейчас придем никогда не сожалею о том что я тверд в своем убеждении в проповеди любви свободы и бессмертия ну давайте почитаем о чем это говорит и пишет на самом деле веганы могут не очень красиво повестись себя с не веганами вот ведь я как раз перед этим вставил мы отделили это действительно так сейчас пойдет вот обусном и я говорю когда читаешь уеда вот это дальше фразу переходящую мы переходящие от этого от того абзаца так скажем от той мысли про злых веганов да но по плоти можно сказать когда что-то делают вот он тут как бы на самом деле веганы могут не очень красиво тоже красиво да могут быть вообще ужасный случай почему мне прям бог положил на сердце вспомнил добавил видите все в ролик вошло и слава богу да не только может не то что действительно о том о чем сейчас мы будем говорить там до чуть агрессивно проповедовать это одно а другое дело вон до чего дошло вот это конечно могут и покруче сделать ну ладно тот мы разобрали оставим уже уеда была все-таки своя мы свои идеи и от свои две копейки вставляю могут не очень красиво повести себя с не веганами часть все тогда когда не веганы пытаются всеми путями я уже в принципе например даже с папой привел со своим морально оправдать всеми путями морально оправдать убийство животных реальной необходимостью это у нас папа чуток не было из-за цирки все мог оправдать я услышал тебя грань какая-то есть но ну тогда телевизор не был надо было смотреть людям я это чё а ты сам сядешь в решетку чтобы на телю целыми днями глазели это кто дал право то телевизоров не было мы что это продают правом никого поработить или чё клоунов не было ну давай человек возьми соседа поработи пусть он тебе клоуном будет шутом гороховым ну ладно видите меня уже бомбить начинает когда веганы питаются для веганов довольно оскорбительно слышать как не веганы пытаются оправдать убийство животных не просто оскорбительно это больно на что веганы это те люди в которых раскрылась любовь ну хотя бы животных для христианина это любовь еще к людям все говорю меня точно также бомбит кто знает кто видел как я против патриотизма убийства на войне инквизиции все вот этого национализма да вообще не любви к людям в какой-либо форме когда призывают проявлять когда идет там обличение действительно грехов человеческих танки коррупционное расследование 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 правильно надо обличать грехи но когда призыв за этот грех до наплаху распять я тут первый даже за самого негодяя вступаюсь потому что любой любовь она не терпит боли не способны ее терпеть то скажем и с ней соглашаться естественно веган ощущать боль всего мира всего живого мира такие как я еще и любую боль на планете да и конечно мне не просто неприятно не больно а когда боль человек как животное уколет он еще более цветы защищаться огрызаться нам больно да когда ты говоришь да по дужкам голубь да и всех их там порезать животных и людей мне больно потому что мы считаем каждый жив surge как теперь пытается управлять убийство животных верно читает каждое животное где каручи он прочитал в chapel не пойду для регионов довольно оскорбительно слышать как не веганы пытаются оправдать убийство животных потому что мы веганы считаем каждый животное личностью личностью которая способна страдать и хочет жить поэтому когда кто-то пытается оправдать убийство животного без необходимости это огорчает нас думаю что нам стоит для начала разобраться что же на самом деле происходит здесь ключевая фраза опять животная личность конечно для труппажор это не личность для нациста другой человек не белый раз для какой-то там куклу склановца для расиста для него все кто там не белый наоборот не черный есть расисты и черные уже давным до любит что это только то афроамерикой чернокожих не любит нет есть уже давно и афроамериканцы и всегда были у них звездухи не было в африке никогда они друг друга племена также резали и маи резали друг друга на американском континенте в африке и у нас в россии славян друг друга резали с большим превеликим удовольствием нижний новгород вырезает москву москва псков псков ростов реже ли резали друг друга ненавидели друг друга воевали целыми днями друг другом провинция на провинцию никакой россии никогда не было в жизни так думаю что нам стоит для начала разобраться на самом деле происходит что мы люди делаем с животными мы насильственно оплодотворяем но тут уже уеда проповедь как бы до труппажора оплодотворяем их мы калечим их мы режем мои закалываем их мы эксплуатируем их мы делаем их своими рабами в конце концов мы отправляем их на скотобойни чтобы убить это гораздо хуже любых обидных слов которые какой-то веган мог когда-нибудь кому-нибудь сказать это гораздо хуже любых слов дискуссий споров недопонимания и ссор нам стоит увидеть еще более широкую картину и понять что даже если веган сказал вам что-то не совсем приятный даже если это было на самом деле ужасно некрасиво это не дает вам морального права причинять сколько не бы было боли и страданий животным которые никогда ничего плохого вам не делали здесь уеда опять идеальная причинно-следственная связь логика который говорит о том что даже если веган заступаешься за животных тебе причинил какое-то да неудобство животное то тут вообще ни при чем который вон на соседнем огороде живет или там в лесу а нот вообще причем то что он за него может не совсем правильно опять заступился перегнул где-то палку но спасыл то другой животное тут вообще причем а у нас этой серии до меня на работе начальник поругал я домой пришел на жене сорвался животное причем отлично это все правильно подводит так и на это ответ труппажором я просто хочу еще потом в конце как все уже вегану про веганом активистам проповедникам сказать точнее даже ним а который вот им такими не являются но тычет как всегда веганов проповедников активистов таких как я христиан проповедников не суть важно ничего не делали которые просто хотят жить в мире гармонии спокойствия так что если даже кто-то повел себя с вами неприятным образом это не дает вам морального права причинять боль страдания смерть животным которые даже не участвовали в вашем разговоре который просто хотят жить но я добавил чтобы не забыть ни сахар не растает в принципе кто слышал я нередко и так говорю выражаюсь теперь я уже своими словами это мы почитали этот аргумент у нее тоже ответ очень правильный очень мудрый как всегда очень логичный и истинный потому что это то что есть это так и есть любой здравый человек должен с этим согласиться обязан с этим согласиться что действительность кто-то не причиняет боль я почему должен пойти еще кому-то очень будет но ответь ему подерись с ним да подай на него в суд животное тут причем в любом случае он те пытался объяснить уж как пытался другой вопрос вот с ним и выясняя вопрос по поводу проповедь его тоже веганство или христианство я буду сразу мои зрители подписчики кто меня слушать и случайно попадает из-за названия видео описание тегов это не только веганы но и христиане выступая за веганство я могу тут добавить и христианство так словно это вопрос жизни и смерть ваш христианство из такое понятие как духовная смерть на спасти душу и погубить поэтому можно и так и так интерпретировать да потому что так и есть на самом деле очень мне нравится кто-то эту иллюстрацию сделал такое разнообразие животных вот давайте мы даже так картиночку сделаем во всем экран красивую рядышком со мной хочу себя чувствовать вместе но кто знает это по сути я то и есть на этой картинке тоже и мы все такими должны стать до выступая за веганство так за христианство борись за души человеческие словно это вопрос жизни и смерти потому что так благ благой причем жизни потому что так и есть на самом деле и поэтому знаете вся вот эта кота вы дают какую-то вот эту агрессию во первых память про по по поводу слов все им там убить стру пожоры я всем сколько раз говорю в этом опять скажу и буду говорить это вообще просто констатация факта это обзывание это когда ты называешь человека тем кем он не является вспомните всю нашу юность детства кого сигаретка зубах эти дворовые перипетит еще детские вот эти обзывания когда мы еще дети там мы же и шутка обзывания урод чмо негодяй там да я уж не буду более словечки употреблять которые давно не употребляю да но смысл это он не урод но ты ему говоришь урод через каждое слово и дебил но не дебил да он уже не дал вот что такое обзывание убийца труппажор лесоруб да это предатель трупов так и есть убийца так и есть живодеры так и есть в эксплуататоры когда вы сдираете ну за ваши деньги для вас сдирает с них шкуру истязает в цирках зоопарка чтобы потом поглазели на дебилизм который происходит в цирке с животными да это не обзывание какая тут агрессия сморщенное лицо не улыбающиеся а чему нужно улыбаться мы рассказываем о вещах я как веган как христианин порой да а вещах каких а грехах а грех что такое зло а что такое зло это страдание испытываемые от получения боли в каких видах и какие темы мы не касаемся а чё улыбаться чему радоваться я должен какой лицо мне должно быть на проповеди но вы знаете у меня есть личный блог христолюб веган life я снимаю обычную жизнь я улыбаюсь кто меня в жизни знает я очень веселый даже кто не в реальной когда-то мы в группах личке общаемся да я жу безумолковый да у меня я считаю отличное чувство юмора и с моей свободы во христе не от псевдо грехов там религиозников да мы можем веселиться и смеяться на многие темы себе позволить до радоваться жизни но когда вы видите меня на проповеди а чему я должен радоваться когда меня видят в дебатах в диспутах не мнение низ в христи не в истине с людьми не в добре не в любви которую выкладываю надо для кого-то тоже для собственного утешения для поддержки других когда единомышленники звонят те мирные любвеобильные радостные беседы двух светлых душ которые встретились на просторах интернета вы видите выкладываю людей которые не то что еще там какие-то вопросы или там такие мирные дебаты прессовать меня начинает до 1000 я негодяй я там душево отведу я ему что должен в лицо улыбаться нет конечно как вы думаете христос каким лицом и всем говорю говорил тем кто его убить уже планировали и желали только никак не могли достигнуть пока он это сам не позволил что вы дети дьявола с каким лицом это делал и обличал все эти а дебошев в иерусалимском храме он с каким лицом и как все это все его представляется там столы переворачивал да это как все выглядело интересно а как это должно происходить то с каким улыбающимся лицом активист должен там вести себя у низ у скотобойник день там привязывая себя каком фургон или к заборам когда там за забором визги на всю округу как режут и убивают животных он там что радоваться улыбаться должен кричать какие вы хорошие для этого пришел чтобы людям засвидетельствовать правду правду о зле она не может его радовать ты не можешь улыбаться когда тебе кол в голову вставляет или простите в задницу а как это все должно выглядеть ну покажите мне пример я всем все время говорю прежде чем тыкать особенно активистов проповедников в себе пример покажите заведите канал до сходите на акцию проведите дебаты дискусс и запишите все чтобы другим то не не потом на сказках рассказывать я там да я там да и посмотрите вот это все что говорится это говорит он же от опыта говорит я уеда тоже видел где он не сдерживался уже так вот там один достал на улице уже на улице проповедует тоже там стенды делает вот впился в него такой вы таких виделит я в интернете тоже я в основном в реальной жизни не делаю там знаете скамер снег тут снимал я был бы не против каких-то так и как до сих пор одинок в своей деятельности особенно в реальной жизни да нету рядом единомышленников я бы рад был чтобы меня вообще снимали сутками кто знает есть такой их на тихо лапкин тогда полуправославный я бы назвал такой да вот у меня там каждый шаг почти снимается да я бы не против такой жизни кто знает я очень веду открытую публичную жизнь даже вот просто я не любитель сам себя тут голове смартфон привязать или не знаю все это ходить записку все хоть как там выкладывать что-то монтировать и кому это вообще на там да и ты не знаешь где тебя чё ждет кто-нибудь рядом был дружили бы тут и такие случаи попадались бы где-то кто-нибудь все это снимал бы вот было бы здорово ну веру я открыт ко мне людей в гости приезжают и всех приглашаю всегда кто меня видел в реальности но кто не видел вот еврейский дебат кто-то слышит бывало что-то закрыто потому что готовы голову разодрать и разбить в лепешку там не кричали не вздумай выложить я тебя найду убью я его конечно не боюсь но уж думал одном то есть в истерике бьется но потом в речке все равно делился день своими с близкими показывал кто мне звонит как все происходит да чему там улыбаться человек бесноватый человек сам во тьме и проповедует эту тьму в мир а что мне делать надо как вы думаете широко у иисуса была улыбка до ушей наверно на кресте после еще нескольких дней пыток и избиений чё радоваться чему радоваться какой должен быть веган христианин вот говоря о таких вещах чё радостного-то обличая кого-то в беззаконии говоря об этих ужасных вещах тем более он чувствует свет вы не чувствуете потому что и вам все это кажется легко а он ощущает всю эту боль в мира он ее ощущает он сострадает всему миру он думает об этом и чувствует это что где-то сейчас страдает животное где-то сейчас страдает человек где-то сейчас страдает природа он думает об этом его это терзает он готов все сделать чтобы это изменить но все вот да не сотвори никому зла реального там физического не прекрати жизнь и поэтому я им сам не сахарный не растает это все правильно горит никите слова ничего не сделают даже даже надо не то что там на одну ступеньку они по разные стороны вообще даже какой-то это мерило там этого стакана то что вытворяет с животными с людьми это вообще что это такое какие претензии могут быть проповедника и как это должно вообще выглядеть все верно покажите в себе пример вот этих елейных проповеди более того уже я много раз делился своим опытом говорил об этом что все эти елейные проповеди результат практически нулевой а когда ты проповеди ультимативные вот как их называют я их сам специально так называю агрессивные якобы до настырные в твердом слове безлицеприятия кто там обо мне чего там подумают несмотря что это твои там братья во христе не во христе или веганы бывает они косячат и ты это обличаешь бываешь ваши личные какие-то опыт передаешь кому-то бывает с именами бывает без но с именами стараясь ассо мне кажется хорошо что-то я как раз стараюсь вспоминать хотя вот вам о своем папе говорю ну потому что я не хочу как знаете в россии путин говорит там кто поймет каких я случаях рассказываю будет звучать как вы упомянули тех женщин говорят своих дочерях поэтому приходится говорить что это реально поэтому может часто слышите такое потому что я знаю что тоже меня слушают те люди которые с которым мы лично общаемся они много знают обо мне особо много да это будет звучать там этот родственник это меня так и говорю ну когда он покаяться я верю и тогда и вижу у меня к нему ничего плохого в сердце не будет тем более у вас не должно быть здесь не цель унизить человека родители там друга тем более какого соратника вегана христианина но если накосячил да будь любви у меня тоже были косяки есть косяки в жизни я и не раз вам тоже они каких свидетельствует где я чего не так делал вот и стыдно и греховно это не признаться в своем косяке а как раз в нем закостить вот так вот поэтому вся вот эта чепуха и я в оконцовке мне хочется до конца как раз наверняка дослушали не трупажоры кто-то скажем и хоть как-то в одном духе кому это нужно никогда не тыкайте вот проповедь да если вы видите он реально перегнул палку речь идет вот о таких ужаснейших случаях о которых мы сегодня о котором я вам засвидетельствовал вы все его знаете это захват вплоть до захвата заложника это ужасно да это когда человек посягает без нужды и под нуждой определенно если тот беснуется я уже объяснил человек может там кто-то бьет на улице пытаешься может даже схватить не обязательно сразу свое лицо подставлять какие-то я так сказал уж там это уж крайняя тоже степень ты все что мог сделал маша вырвался уже стреляет и ты защищаешь даже жертву там спиной или грудью как я говорю по возможности чувствую жизнь просто так-то отдавать я попытаюсь его может и сильнее его строить ты себя сандрич да еще ты ему руку так возьмешь она даже пошевелить не сможешь и все заломал его завалил завязал ему руки пусть проспится и по проповеду ему ни сахарный не растает ты же ему вечи никаких не нанес и проповеду пусть лежит на сырой земле да ты им по проповеду немножко зачем он так делает чё тебе ты понимаешь чтоб тебе все вернется и все издай его потом пусть его оградят от общества на некоторое время еще у каждого в этом мире своя функция пусть его там кормят поют но подальше от нормальных людей вот это да ну когда я говорю мне укоряет меня там я помню думать что там от гордыни от какой-то не соглашайся на что не соглашаться на что я вреда реального людям психологическое купи никого не пытай никакой секты нет я ни над кем не властвую за от чего то что я там имею над ним какой-то он от меня зависим чем ты вот его прессу и он стоит меня слушает уйти не может даем там начальник или еще что-то не ролики мои выключать добровольно звоните мне беседовать сами пусть там кто вражу повраждовать хочет да свою правду матку не доказать я же никого не связываю то что я сейчас раз рассказываю связал и по проповедовал ему так он этого заслуживает в том плане да уже сам первый начал это это потому что ты ждешь там какой полиции это это же из любви ты пытаешься мозги вправить и он оказался связанным не потому что ты его связала и вот ему проповедуешь обычного человека потому что он не связанный до пытается убить другого человека это огромный район со всем этом надо рассуждать нельзя это просто так я сейчас сижу как будто там оправдываюсь или пытаюсь объяснить элементарную вещь который каждый должен человек нормальный понимать одно дело касается тебя тут есть жертва да я я живу не связываю от себя и проповедуем и то есть он на меня нападал тоже сам можно сделать я уже его жертва он не надо мной над моей плотью психики духом никакого власти тоже никто не давал мы все равны на земле вот так вот поэтому не быть веганом только потому что вот веганы вот такие особенно активисты до называют часто агрессии слова поэтому я его потребля на самом деле просто активны они горячие у них может быть повышенный тон конечно особенно в беседах до не улыбающийся вид потому что улыбаться тут нечему но посмотрите на проповедник активиста оратора в любой сфере посмотрите на политику на какую думу там где там конечно все ручные или может вы застали в своих странах такие времена где там горячие дебаты велись а чё чему радоваться там если допустим зло обличается до поднимается вопрос об этих чего радоваться поэтому здесь как раз работает формула который я говорю не сахарный не растают вот это никак вам не дает право не стать не становится веганами потому что вы убиваете все животных которые как от правильной цепочку то что я даже активно за них заступать обличая ваше самое настоящее зло убийство эксплуатацию насилие пусть это делаю вам не нравится как но вы это убивать это настоящее зло в глазах истины настоящий грех вот это не дает вам право не стать веганами более того вы все это обличаете как оправдание только потому что вы не сами не веган и тем более не веган или там не христианин и не христианин тем более не активистный проповедник вы попробуйте станете все ваши иллюзии по поводу елейных проповедей если не сразу то через какое-то время обязательно разлетучиться и все вы поймете что все это до меры ребенок когда слушает с первого сколько понимать ну и говорят по простому сынок пойди сделай то-то не понимает говорят все по-другому слушай ну не сделаешь вот этого не будет сел конфеткой не принесешь сахар не будь там печенье сладкой подай маме там или сходи клубнички нарви добавлю в пирог не хочешь но будет пирог без клубнички так не понимали принеси потому что ты может и не хочешь а другие хотят вот не принесешь не получишь приставку на сегодня ну а нет могут вообще сказать останешься сам тогда без ужина можно так воспитывать детей по-другому не понимает от пряника до ну да кнута в хорошем смысле слова да конечно не за клубнику избивать ребенка речь не об этом я надеюсь вы все понимаете это все сердце каждого человека это все настолько легко в жизни понимать и применять что даже говорит порой об этом это все индивидуально уникально если ты знаешь просто понимаешь закон жизни и цель твоя любовь ты все всегда поймешь ребенка можно я не верю голодать оставить но ты кусочек ты вот а ну ты так отрезал кусочек оставил без клубнички для него специально а для всей семьи пошла сама мама нарвала сделала и пусть он смотрит как все едят с клубничка троне захотел для всех народе и до него сразу все дойдет ну а если не дойдет когда не дойдет а пока не будет доходить будь страдать закон жизни о том что ты сам отцов зла будешь страдать сам а добра будешь ты бы и поел ее и собирать удовольствие мог бы еще в рот положительность клубничек и маме сделал бы приятно и потом самый пирог с клубнички ел и все бы были рады этому папа братцы старающий маму тебя похвалила при всех и все в тебе поцеловали и следующий раз для тебя бы народ клубнички добро она только расширяется благодать на благодать как есть такое такая фраза в новом завете кто знает вот это действительно так а зло порождает зло и только зло притягивает и злом обрастает и зло на зло как я уже сказал и нет никакого удовольствия не получит удовольствие от сбора клубнички тоже сам покушал но все наоборот да сам поел пирог без клубнички мама расстроена в семье об этом все равно узнает мама с мужем поделиться с отцом все будет знать что сынок растет желобом и негодяем нелюбящим вот так вот поэтому поэтому на этом не все надеюсь этот ролик тоже для вас был всех полезен ставьте лайки делитесь ими себя в соц сетях с друзьями знакомыми становитесь веганами становитесь истинными христианами по сути не факт как вы называетесь главное любите все вокруг и вся